На кадрах оперативной съемки, ящики с деталями, промышленные станки. На первый взгляд, это обычный технический цех. Здесь производят детали для локомотивов. По версии следствия, нелегально. Марка металла не соответствует стандартам, технология нарушена. О том, для кого предназначены опасные запчасти, кажется, даже работники цеха не знают. Пришел человек и говорит, я хочу заказать поворотное устройство. Мы его в офис. Заказывайте. Я даже если бы знал бы, приходят мне чертежи, я их делаю. Для самолета она или для железной дороги, я не знаю. Но, как полагает следствие, пользоваться чертежами здесь не считают необходимым. Новые детали просто копировали со старых по размерам. Как утверждают эксперты, параметры запчастей из идентичных комплектов отличаются. Размер свободный. Так получается. Противоразгрузочные устройства, которые производили на безымянке, служат для лучшего сцепления колес с рельсами. Если деталь будет некачественной, поезд может не сдвинуться с места. Это в лучшем случае. В худшем состав сойдет с рельсов. Запчастей для локомотивов изготовили на общую сумму около 11 миллионов рублей. Заказчику, а он находится в Екатеринбурге, их доставляли без сертификатов и документов. Успели установить их на поезда или нет, пока неизвестно. Уголовное дело не заведено. Нет пострадавших, ЧП не случались. Расследование дела продолжается. Алина Чемерис, Василий Колдашов. События.